Высокого гостя в школе встречают по-грузински гостеприимно. Дети помладше читают стихи на грузинском, те, что постарше, танцуют. В одном танце слились две культуры. 44-я школа в селе Пластунка многонациональная, как и весь Сочи. Здесь за одной партой сидят грузины, армяне и русские. Здесь поистине семейные отношения. Бывают, конечно, и ссоры, и радости, и печали. Но, тем не менее, всегда приходим к единому мнению. Это единое мнение заключается в дружбе, согласии детей, взрослых, взаимопонимании. Для консула Звиада Татишвили небольшая экскурсия по школе. Здесь учатся всего чуть больше 200 человек. 44-я школа расположена в селе Пластунка, которое в Сочи считается грузинским. Поэтому и отношение к истории и культуре этой страны особое. Андрей Бондаренко, он не грузин, но с удовольствием учит грузинский язык. Ходит ко мне на грузинский. Все мои друзья разных наций, но мы друг друга уважаем. Все живем в дружбе. И таких, как Андрей, в школе почти четыре десятка. Все они посещают кружок, где учат грузинский. Теперь делать это будет еще проще и приятнее. Консул подарил школе книги. Это и русско-грузинский словарь, и сборники рассказов, и прописи. Таких книг на грузинском в местных книжных магазинах точно не найдешь. Мы с помощью этих учебников и такого внимания можем в дальнейшем изучать. Дети могут изучать грузинский язык. И есть возможность такая не забывать о своей традиции, о быте нашего народа. И это очень значимое дело, действительно. Не обошлось и без большого застолья. Естественно, с блюдами традиционной грузинской кухни. Ну а после все переместились в школьный двор. Там консул Звиад Татишвили высадил дерево. В общем, я в восторге. Видно, что здесь поддерживают грузинский дух, грузинская школа. Но в действительности это многонационная школа. Как мы сказали, здесь учатся как грузины, армяне, русские. И вот это пример. Саженец пополнил аллею фруктовых деревьев, которую здесь заложили совсем недавно. Но назвали ее символически – аллея дружбы. Здесь рядом будут расти привезенные из Грузии и пустившие корни в сочинской земле яблони, груши и персики. Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.